Очереди в кассу кинотеатра, фильмы, собирающие аншлаги. Почти полвека кинотеатр «Дружба» был одним из любимых мест отдыха горожан. Вычеркнуть из памяти добрые воспоминания, равно как и смириться с тем, что стало с дружбой сегодня, старшему поколению сложно. Идеей все исправить задались городские власти. Если распространить, то получится. Наслажды. Надо было. У вас есть дополнительные сосиски, которые прибавили? Через скрипучую дверь в темные коридоры. Без фонариков тут никак. Внутри, равно как и снаружи, полная разруха. Холл, касса, кинозал. Где и что когда-то находилось, сегодня не разберешь. В 2006 году нерентабельный кинотеатр был переоборудован в развлекательный центр. Это было место ночных тусовок молодежи. Недолго, около двух лет. Затем двери дружбы захлопнулись. Казалось, навсегда. Здание никем не обслуживается уже более 10 лет. Ветшает и разрушается. Установить окна, провести покраску здания. То есть, привести те соответствия, которые было бы изначально. Исторический облик был предатель. Сейчас самое главное понять, сколько она будет стоить. И где мы сможем найти финансы на реализацию данного проекта. Либо это будет средство муниципалитета, либо включается какой-то программой суммальканской. Со слов Валерия Шигашева, для работы по восстановлению здания создана рабочая группа. Главой администрации дано задание – разработать проектно-сметную документацию, чтобы уточнить объем восстановительных работ и финансовых затрат. Городские власти рассчитывают, что решить проблему заброшенного здания поможет участие города и возможная победа во всероссийском конкурсе. Если, конечно, шумерлинцы поддержат большинством голосов проект благоустройства парка. Существует всероссийский конкурс. Это получается благоустройство в рамках малых городов и исторических поселений. В данном случае в рамках малых городов получается возможно участие города Шумеля еще раз в этом конкурсе. Мы уже работаем с экспертами и уже планируется буквально на следующей неделе мы соберемся уже в более-большей аудитории по обсуждению, как мы будем реализовывать, какие территории здесь и что нам придут сами граждане, сами люди активные, соответственно. Если все задуманное осуществится, в здании бывшего кинотеатра возможно переместиться городской историко-краеведческий музей. Еще один вариант его дальнейшего использования – обустройство зала для массовых мероприятий.